Американский журналист и писатель Марк Мэнсон начал вести свой первый блог в 2009 году. Простым и понятным языком он рассказывал читателям о карьере, успехе и смысле жизни. В 2016 сайт Марка ежемесячно посещали более двух миллионов человек. А его книга «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» стала мировым бестселлером. Именно о ней нам расскажет свадебный организатор Татьяна Григорьева. Эта книга не о том, чтобы быть безразличной к жизни. Автор имеет в виду то, что нам нужно концентрироваться на тех вещах, которые истинно для вас важны. Чем мне это нравится книга, то что бывает, ты не можешь сказать какому-то человеку «нет». То есть на какую-то просьбу, которая приносит тебе неудобства, или тебе на самом деле это не хочется делать, но ты ее делаешь. Ну, чтобы вроде как не обидеть человека или казаться лучше для него. Ну, то есть быть хорошим как бы для всех, да. Он же говорит, учитесь говорить «нет». То есть я считаю, что это очень полезный навык. То есть умеете вычленять для себя первостепенное и второстепенное. И умение говорить «нет» это вот как раз и позволит нам найти те самые главные вещи в нашей жизни, на которых нужно сконцентрироваться. А что-то, да, нужно отсечь, отмести. Чему-то надо все-таки научиться говорить «нет». Еще одна идея, которой Марк Мэнсон освещает в своей книге, это то, что не нужно быть во всем на 100% уверенным. То есть иногда нужно себе дать усомниться в своих взглядах. Возможно, мы не правы. То есть и вот эта вот абсолютная правота, она в какой-то мере мешает человеку как-то продвигаться, развиваться. То есть когда добиваются на самом деле успеха, ну, как считает автор, те люди, которые сомневаются постоянно в себе. То есть они как бы дают себе здравый отчет о своих возможностях, о своих навыках, умениях. И они говорят «так, стоп, вот здесь нужно немножко подучиться, здесь нужно посовершенствоваться». И так, шаг за шагом, они добиваются успеха. Вещь, которая меня больше вдохновляет в этой книге, мысль, которую доносит автор, что если у вас что-то не получается, не опускайте руки, вы просто делайте что-нибудь. Когда он шел к успеху, когда там в 24 года, ну, это уже как бы рассказ из его личной жизни, когда в 24 года он там бросил работу в офисе и решил там открыть свой блог, интернет-блог, он не знал, с чего начать и просто боялся этой работы как огня. А потом, как бы, месяц-два прокрастинации, денежный запас и тает. И он взял и начал делать, то есть сайт, начал заголовка, а там, глядишь, и работа пошла, туда-сюда, первое-второе, уже не страшно, и переделать все, ну, в общее визуальное оформление сайта. Так вот и он нам дает этот совет. Если вы не видите, куда дальше двигаться, просто сделайте что-нибудь. Данная книга написана простым и легким языком. Местами, может быть, где-то пошлым, может быть, где-то грубо. Но я думаю, что у этой книги есть свой читатель, да? То есть больше похоже, что ты сидишь с закадычным другом и разговариваешь о жизни. И в книге очень много примеров из жизни каких-то известных личностей или там из жизни самого автора. То есть он на примерах своей жизни рассказывает, как бы нужно было поступить в той или иной ситуации. Однажды Пабло Пикассо уже старости сидел в испанском кафе и рисовал что-то на использованной салфетке. Он не относился к таким вещам серьезно. Малевал то, что на секунду заинтересовало. Неподалеку сидела женщина и глядела на него с боговением. Наконец Пикассо допил кофе, смял салфетку, собираясь уходить. Женщина остановила его. Погодите, сказала она, можно мне взять салфетку, на которую вы рисовали? Я заплачу за нее. Конечно, ответил Пикассо, 20 тысяч долларов. Женщина шатнулась, словно он бросил в нее кирпич. Как? У вас ушло всего две минуты на рисунок? Нет, мадам, возразил Пикассо. На рисунок ушло больше 60 лет. Успех в любом деле основан на тысячах мелких неудач. И величина успеха основана на том, сколько раз вы терпели неудачу. Если кто-то лучше вас делает что-либо, скорее всего, он и чаще вас сталкивался с неудачей. Если кто-то хуже вас, вполне возможно, он не прошел тот горький опыт жизненных уроков, который выпал вам. Марк Мэнсон. Тонкое искусство пофигизма. Рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова